Привет-привет, это канал с самыми актуальными новостями из мира высоких технологий. Под руководством доктора Хайбо Хуанга исследователи из Политехнического университета Вирджинии начали с отходов зерна ячменя, полученных от местных пивоварен. Хотя этот материал известен тем, что содержит много белка, обилие клетчатки затрудняет его переваривание. Ученые подвергли отходы уникальному процессу мокрого помола, который начался с замачивания зерна в смеси воды и фермента алкалазы. Это сделало отдельные зерна более мягкими, так что их компоненты могли быть более легко отделены во время фактического этапа измельчения. Дополнительным преимуществом является то, что отходы не нужно было предварительно сушить, как это делается в приобычном помоле. Пропустив влажно размолотое зерно через сито, исследователи получили жидкий белковый концентрат и клетчатку, из которой он был извлечен. Концентрат, который содержит до 83% белка, до этого, заблокированного, в зерне, может найти применение в пищевых добавках или стать более устойчивой альтернативой рыбной муке, которая в настоящее время используется в кормах для аквакультуры. С другой стороны, было обнаружено, что оставшуюся клетчатку можно использовать в качестве сырья при производстве биотоплива. Основываясь на предыдущем исследовании, Хуанг и доктор наук Джошуа О'Хэр обработали клетчатку серной кислотой, которая позволила им расщепить ее на сахар. Когда эти сахара скармливались бактериям басилус личонформиз, микробы производили соединение 2,3-бутандиол, среди прочего, его можно использовать для производства бутанольного топлива. В настоящее время ученые пытаются масштабировать технологию для применения в промышленных масштабах, а также ищут менее дорогие ферменты. Что интересно, два года назад команда из Королевского университета в Белфасте уже анонсировала метод преобразования отходов пивоваренного зерна, правда, не в белок, а в древесный уголь.